Всем привет! В этом видео поговорим про одну из возможных причин возникновения боли в области глубоких отделов тазобедренного сустава и боковой поверхности бедра. О напрягателе широкой фасции бедра или, как его называют на латыни, Musculus Tensor Facilata. Детально разберем его анатомию, функцию, локализацию триггерных точек, зоны отраженной боли, а также терапевтические упражнения, при помощи которых можно устранить миофасциальный характер боли. С вами я, Сергей Чернов и проект Слав Йога. Напрягатель широкой фасции является относительно небольшой позатонической мышцей. Его масса составляет примерно половину от массы малой ягодичной мышцы. Напрягатель широкой фасции вверху крепится к гребню подвздошной кости, к наружной поверхности передней верхней подвздошной ости и к внутренней части широкой фасции. В месте своего верхнего прикрепления он располагается между средней ягодичной и портняжной мышцами. Внизу напрягатель широкой фасции прикрепляется в двух местах. Передне-внутренние сухожильные волокна прикрепляются в области коленного сустава или выше него, смешиваясь с волокнами латерального удерживателя надколенника и фасции голени. Часть задненаружных сухожильных волокон, объединяясь с волокнами подвздошно-большеберцового тракта, прикрепляются к латеральному бугорку большеберцовой кости, а остальная часть фиксируется к латеральному мышелку и шероховатой линии бедра. Напрягатель широкой фасции участвует в сгибании, отведении и внутренней ротации бедра в тазобедренном суставе. Эта мышца проявляет активность при ходьбе в фазу установки стопы, осуществляя контроль за движениями. Напрягатель широкой фасции помогает средней и малой ягодичной мышце стабилизировать таз. Двустороннее сокращение мышцы помогает переднему наклону таза, одностороннее боковому наклону таза в сторону активной мышцы. Задненаружные волокна участвуют в стабилизации коленного сустава, а также в его разгибании. Агонистами напрягателя широкой фасции по сгибанию тазобедренного сустава, то есть его помощниками по выполнению функции, являются прямая мышца бедра, подвздошно-поясничная, гребенчатая и портняжная мышца, а также передние мышечные волокна средней и малой ягодичных мышц. Основными антагонистами этого движения выступают большая ягодичная и тонкая мышца. Агонистами мускулюс тензорфас солята по отведению бедра являются средняя и малая ягодичная мышца. Антагонистами группа приводящих мышц бедра – длинная, короткая и большая приводящая мышцы, а также тонкая мышца. Поражение напрягателя широкой фасции триггерными точками приводит к возникновению боли, преимущественно в области глубоких отделов тазобедренного сустава и боковой поверхности бедра, доходящей до колена. Длительное сгибание ног в тазобедренном суставе, например, при работе за компьютером и еще большее сгибание ног вызывает выраженный дискомфорт. Боль значительно усиливается при движениях в тазобедренном суставе и препятствует быстрой ходьбе, а также попытке лечь на пораженную сторону. Иногда в результате уплотнения большеберцового тракта человек не может лежать и на противоположной стороне, выбирая для сна позу на спине или лежа на животе. Активировать триггерные точки в напрягателе широкой фасции могут внезапные травмы, например, резкое приземление на ноги после прыжка или любые хронические перегрузки, такие как изнуряющий бег, сверхдлительная ходьба, особенно по неровной поверхности. Люди с пораженным триггерными точками напрягателем широкой фасции стараются в положении стоя слегка сгибать ногу в тазобедренном суставе и испытывают трудности при наклоне назад и переразгибании бедра. Ходьба с полусогнутыми ногами не сопровождается болью. Сокращение напрягателя широкой фасции, вызванная длительной активностью триггерных точек, приводит к уплотнению подвздошно-большеберцового тракта, в результате чего может визуально наблюдаться укорочение одной из конечностей. В положении лежа на противоположном боку колено противоположной ноги не касается пола. Триггерные точки в напрягателе широкой фасции чаще всего возникают вторично на фоне активных триггерных точек в передней части малой ягодичной мышцы или иногда в прямой мышце бедра, в воздушно-поясничной или портняжных мышцах. Чтобы убрать триггеры в напрягателе широкой фасции, необходимо предварительно устранить триггерные точки в передней части малой ягодичной мышцы. При поражении напрягателя широкой фасции необходимо избегать длительного нахождения в положении со скрещенными ногами или согнутыми в тазобедренных суставах. Нельзя спать лежа на боку в позе эмбриона с сильно согнутыми ногами. Необходимо также избегать перегрузки мышцы, вызванной подъемом или бегом вверх по наклонной плоскости. Оказать механическое воздействие на область напрягателя широкой фасции можно при помощи массажных роллов и массажных мячей. Поработайте с мышцами и фасциями в течение нескольких минут по передней и боковой поверхности бедра, а затем окажите воздействие массажным мячом в течение 1-2 минут на область триггерной точки. Затем необходимо вытянуть поражённые волокна мышцы. Так как напрягатель широкой фасции участвует в сгибании бедра в тазобедренном суставе, отведении и внутренней ротации, то упражнения, при которых будет происходить разгибание в тазобедренном суставе, приведение и наружная ротация будут способствовать его вытяжению. Самым простым упражнением является положение лёжа на непоражённой стороне, при которой проблемная нога разгибается в тазобедренном суставе и вращается наружу, а затем расслабляется и под воздействием силы тяжести опускается вниз. Ещё одним простым упражнением, при котором осуществляется вытяжение напрягателя широкой фасции, а также мышц отводящих бедро, малой и средней ягодичной, является позиция стоя. Для этого ногу необходимо увести назад и в сторону. Можно вытягивать мышцу в динамическом варианте, фиксируя конечное положение на 10-15 секунд, а затем возвращая ногу в исходное положение. Также можно использовать метод постизометрической релаксации. Для этого нужно войти в конечное положение, в течение нескольких десятков секунд осуществлять мягкое вытяжение на фоне спокойного и глубокого дыхания. Затем нужно стараться сократить мышцу, которая до этого протягивалась, в течение нескольких секунд и с очередным выдохом уйти ещё глубже в вытяжение. Добиться качественного вытяжения мускулюс тензор фасциалята можно теми же упражнениями, которые вытягивают подвздошно-поясничную и прямую мышцу бедра. Например, позиция с отведённой ногой назад и её более сложной модификацией, а также ряд прогибов назад. Спасибо, что просмотрели это видео. Рекомендую вам посмотреть также мои другие видео о лечении миофасциального синдрома и триггерных точек. Желаю вам прекрасного самочувствия. С вами был Сергей Чернов. До встречи в новых видеопубликациях. Пока!